так все всем здорова первый матч у нас полуфинала фокус инфи инфи играет эльфом фокус соответственно орком так зимняя карта 1 единственный эльф прошел в полуфинал это инфи неожиданно неожиданно для турнира учитывая что обычно у нас по 4 эльфа в полуфинале тут немножко не так так ну что фокус у нас обыграл фоги по идее фоги эльф инфи поставил эльфа и фокус обыграв фоги должен иметь хорошие шансы с инфи вроде бы да но на самом деле нет потому что инфи играет совершенно по-другому сейчас вы это увидите вангу и там него и 2 героя алхимика там будет соло кипер но то же самое экспантом сидела просто мсова кипер и когда соответственно теперь будет разменится он получит 6 уровень и ультимейт уже не законтрить здесь фарсер кстати на этой карте неожиданно форсировал видеть на этой карте конкретно против эльфа мэти лягушка здесь мешает заболчил барак минус висп не задиспелил фокус пытается выбить сразу девайса по стандарту здесь принципе ничего такого здесь играть сама насос ужин быстрый т2 ну или будет ставить экспант просто ничего особенного принципе это неприятно псаловит нужно вызывать новых попытка была задана эти этого морлока не получилось слиперс и минус 1 and получает еще дополнительный экспу начинает прикапывать козел гранта это будет минус грант 100 процентов наша старая прикопка будет на две прикопки как раз хватает чтобы убить гранта особенно когда еще энты бьют еще там сетку сверху кинули фокус не попытался заданаить своего гранта уже очень все плохо здесь еще задиспелили псов судя по всему потому что они там бегали за арчерками видимо под диспел попали высасывается мана сейчас будет попытка морлока забрать и легко легко изящно так лапкой птичку птичку пустил и добил еще и пса убил но тут как тотальное преимущество в начале у инфи козел уже практически 3 неприятно базу кстати не стоит инфи уже должна вроде как ставится поздновато может здесь будет ставить все вот эта . для базы тоже хороша там конечно крипы намного жестче но если у тебя есть преимущество по игре твой тип очи где и уставить арчерки биты колодцы пустые ну арчерок есть свойства прятаться надо перебить реген здесь пес развлекает висков минус еще пес сейчас будет охота за морлоком прикапывается ооо неплохо неплохо инфи минус тп у форсира форсира очень жаждал этого морлока добить и стырить девайс кстати здесь и лес выпал и уже третий кипер что делать базу правда пока инфи не ставит что-то он это не халявит сразу здесь фокус бежит крепится шаманы стауреном будут тут уже центр сразу забирается на чем чтобы не забрать если можно страны инфи до сих пор базу не стоит очень странно букв д 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 можно прийти и убить на самом деле орка вот даже уже база не нужно берется алхимик вызывается книга смерти а у арчей дальность все приходишь минус орк успел голема здесь забрать не походил инфи не пойдет посмотрите book of dead она в принципе нафиг не нужна и и сейчас либо использовать в пуше либо идти с ней крепится то есть вызывайте дополнительные скелета для криппинга очень что здесь т3 странно играет как-то не пометь и эльф то есть он идет в т3 без экспанда а зачем ему т3 вообще х х сделал при этом хан трес ни одной нету лорницы я сейчас пока не знаю что будет делать инфи но очень странно пока пока покрыть не то что странно это просто не памяти то есть обычно ставится экспант просто масс масс т1 юниты что-то не нравится инфи эта страта решил как-то другому сказать книгу смерти не использует он использует вот это кстати где-то наверно год назад начали использовать книгу смерти на крипах когда появилась новая карта тс переработанные мы там тоже слоги сидели что-то думали надо книгу смерти на крипах использовать потому что как правило если ее получаешь она либо диспейлиться уже либо она уже не так нужна плюс ее под нерфили а на крипах ты ее используешь и она великолепно заходит тут сайте wave а не стом у рена сновый овал снежная сала больше похоже на призрака две лорницы в медведей будет играть или он гигантов будет играть наверное а у гигантов играет против орка ну это теперь похоже катка как против хумана только против хумана тоже экспант уже должен был поставиться сейчас эти козла сеткой могут поджать а плеер спорта это первая игра до ребят гигант но это вообще неожиданно я наверно ни разу не видел на профессиональном уровне гигантов против орка очень странно ну кстати ситуация для орка вообще печально у него 21 героя тс до сих пор без ауры он сейчас пытается забрать точку инфи но при этом инфи его крип джекает и понимаете в чем проблема орк то делал заготовочку как конкретно против т3 но сейчас тут уже гиганты неизвестно как тут зайдут шаманы вообще в принципе арчу отжал ленты диспелятся у гигантов еще нету пока грейдов ой как там еще минус неплохо чайнички заходят там есть счет мана на вейв но вейв сколько там соточку наносит на первом уровне такое или нет не сотен 80 90 там что-то там 90 130 200 попытка была райдера забрать не получилось добавляет дрядок ну а болишь конечно полезен против волков ничего не скажешь базу ставит орг против а сделал чин от конечно фокусу покрепиться ему то цен нужен прокачанный учитывая что здесь такая ситуация амулет энергии великолепно дрядки ну и базу сейчас будет инфи делать тоже вот висп идет арбу купил наконец-то аура появляется орка не добил он оверсира у него тп нету поэтому он может не уйти просто от эльфа будет прикапываться кодой надо шамана уже держать на готове которые полечить то нечем здесь не шаду хантера не спирит волкеров есть став но сейчас не наставка и свиток еще заюзал на всякий случай инфи хотя свиток не нужен был вот и кое-как ушел на 50 хп еще и псов отдал теперь же почти 5 здесь явно инфи удивился фокуса тем что пошел в т3 то есть фокуса делал чисто заготовку против масты один с экспандом то есть у него вэйв у него чайник у него шаман и слс здесь гиганты явно не то что он ожидал база кстати почти достроилась инфи не чекнул редко получала цепа еще третий надо на красную идти а здесь еще есть на вообще желательно конечно красную тоже забрать орку может быть хороший девайс клок ну клок так себе в принципе все равно там алхимик будут фокусить и по 10 хп будет снимать там всяким райдером грантам такой страти главная проблема орка это то что нет хилинга именно в бою то есть понятное дело что у него есть замазки и свитки можно покупать но нету шаду хантера опять же нету спирит линка база ровно сейчас достроилась или опоздал ну и будет сражение за базу не очень позиция для эльфа будет сейчас лучницы отзонили кипер куда-то свалил а кипер сбегал купил зачем-то вампиризм для големов голема у них урон не очень большой чтобы импиризм работал плюс скорость а то смотрите какую позицию занял эльф у него просто арчерки стоят герои 22 гиганта просто стоят и не пропускают заходят сбоку сейчас нужно за вейв хороший кидать свитков нету мануал химика закончил сейчас нужно на телепорте уходить рабочего прикапывает неплохо кстати алхимик постоял с ой посмотрите какие красные юниты у фокуса великолепно спас смотрите как он отвел юнитов и причем кстати если по трупам посмотреть орк ничего не потерял кроме трех рабочих вот этот 3 3 раба здесь арчерка не знаю зачем он вампиризм купил но вот реально если вариант был как мы медведи переходить то нормально было бы нандрят строит для гигантов вампиризма нафиг не нужен ну то есть понятное дело что он не бесполезен он он дает какой-то там профит от того что они бьют но у них скорость атаки не о чем на и то есть это не медведи это не кони не знаю там гранты которые сбьют достаточно быстро 60 лимита на 48 и так то у эльфа лимита нету нифига у него тоже база работает но лимита мало здесь пеньки бегут здесь ловится эльф гигантов всего две штучки сразу пытается отжать кипера ой кипера став это алхимик то остался здесь есть ли второй став на 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 кипере нету второго става перед хочет передать телепорт не успевает передать телепорт пытался на там зажаты были юниты и орк отжимает 1000 голды у импи 1000 попытка тс убить но там есть инвол большой на 15 орка мана закончилась четвертый турен алхимику передают телепорт сейчас будет делать сейчас опасный момент там чайник 60 хп остается но кодой кстати никого не съел там дрядку надо было бы съесть как-нибудь возможно не подконтролил смотрите по героям хорошо эльфы все база у него есть по разменам конечно сейчас и орк очень много потерял орка было 60 лимита и плюс ему тут пеньки рабов убили опять помните вот эти пеньки я показывал на не сказал тут 4 пенька было не убивали рабов я думал что орк оттянется назад чтобы задиспелить их а он принял битву в центре но в принципе битва для него была неплохая все таки он алхимика отжал алхимика выкупили орк еще построил вич доктора несколько глаз тут по карте расставил пока его не убили олдскульные такие четыре боров стоят рядышком раньше так всегда застройку делали что 51 лимита орка 56 но эльфа тоже такой лимит у него три гиганта и две рядки арчей понят дело что он не делает тому что ну против шок вы его делать арчи вообще сейчас лимит и делает такой против которого форсирует и цепь бесполезны потому что по гигантам чайники и вы его и пофиг вообще по героям тоже пофиг рядкам рядки вообще не чувствует так что орка сейчас герои становятся полностью бесполезными здесь отправляет энтов но в битве энты практически бесполезны шаманов много ну типа чайники вы его проходят но там просто лечение хотя лечение перебивается сеткой чисто по героям фокусит фокус понимает что ну а как он тут гигантов он не зафокусит единственный вариант ряд фокусить и героев вообще ряд конечно лучше бы фокусил потому что у нее и райдер есть который побольше урон наносит подрядка чем по героям вот я просто говорил 4 н сразу же диспеллер с очень много мана у шаманов диспелл достаточно дешевый точечный диспеллер сразу все орка разваливается он битве ничего не может сделать он разводит телепорт да но посмотрите у него просто юниты сыпется и чем дальше тем хуже дальше шестой кипер дальше 5 алхимик 3 осетка 6 кипер транквилы уже вообще ничего не сделать то есть это это игра уже физически не выигрываемая для орка единственное как он может ее выиграть это типа какие-то разводы не знаю забежать экспантом ну начинать вот разводить но как он будет разводить у нее здесь защиты нету тем более против гигантов никакая защита не работает то есть им пофиг они просто наламываются и за счет осадной атаки вот с этими с деревьями они могут тебе просто базу сломать но это тоже самое что как хуман стоит там не знаю 10 тауров они просто тем базу ломает и все а урон по ним мизерный от тауров особенно с игрой защиты здесь не очень не очень хорошо принимает битву инфи две дряды сразу теряет пц пытается отфокусить пошел хил от алхимика перебивается но все шестой кипер правда чё-то ману не восстановил нифига транквилу не может заюзать у него всего 76 маны сейчас опасно для алхимика вязается инвол до сих пор когда никого не съел всех дрядок смотрите от фокусил остается только герои был бы сейчас транквил был бы все хорошо так приходится опять похудел телепорт делал но сейчас убьют тут туры на туры на то ситки умрет там 3 оситка это как бы не перебивается плюс там кипер с арбой стрелял вот эти аура появилась хорошая бриллинт саура 1 уровня не то чтобы она прямо офигенная но она дает свой профит по крайне мере лучше чем аура вампиризма который не знаю такой гигантов 3 обряд на защиту ну все с шестым козлом и пятым алхимиком но это я не знаю как можно выиграть только разводами то есть в лоб ты никак не сразу не посражаешься то есть у тебя нету просто нормального дэмоджа ну блин у форсира псы диспелятся чайник мало урона наносит по таким юнитам по их соответственно тоже то есть это два героя которые по массовке бьют типа арче их с хантрессами там 4 гиганта есть тура на кстати выкупили в таверне судя по всему транквил кстати можно перебить райдерами но опять же 3 секунды он хилит да и пока ты там перебьешь опять смотрите ну чисто у фокуса 1 страта это фокус героев вот пошла транквилла но смотрите он за транквиллу пока ему кинули сетку он половину хп себе восстановил да но это долго может длиться хокки телепорты от инфи ему надо на самом деле чуть-чуть подождать наверное нападать и сделать просто побольше армии потому что орка единственный вот вариант фокусить героев ну там где-то дрядку поджать но понятное дело что гигантов он никак не запусит 33 апгрейда на защиту 10 армора при 1000 1600 хп плюс его можно ставкнуть в любой момент ну или там алхимиком похилить орка дерево закончилось ему приходится рабов немножко подстроить не знаю инфи мог бы посидеть немножко армию подкопить делать не знаю побольше дрядок там опять за кипер кипер уже просто убегает но дирижабль нет смысла покупать его все сетку поймают тут третья сетка конечно очень нагу ран наносит который так никого и не съел за игру ряд поможет есть понятное дело что гигантом физически не поместится в себя а здесь уже алхимик шестой очень салхим 6 будет райдера продай просто продал оп кипера убили неплохо не ожидал он в его мне кажется инфи уже забил на кипера он он мог тп нажать но он подумал блин я опять нажму тп опять бежать за орком лучше сейчас вы выкуплю его в таверне и пофиг все равно 1000 голды было мана нету естественно кипер а он сайте видите а он купил ауру я чуть только сейчас заметил он купил ауру дк я не обратил внимание я помню что бриллинс аура была в этом ну смотрите поскольку там по 6 хп где-то хилит гигант учитывая скорость атаки этот вампиризм вообще ни о чем шамана продали мой уже кипер это урэн фэйв куда-то кинул глядки кстати с одного диспела не диспелят псов 350 хп смотрите гиганты как два амбала стоят охраняют кипера я думаю единственный вариант здесь был не только фокус героев а как-то разводы играть ну потому что в лоб ты так не выиграешь эльфа ну такой армии конкретно она просто просто герои не такие сильные как у эльфа так ждем вторую катку по дефолту выиграть орка не ну фокус выиграл фоги я думаю тут чем была задумка орка он делал форсира и делал турина причем он осознанно wave турина взял соответственно он думал рассчитывал то что эльф будет на т1 точнее на т2 у него будет экспант масса арчерки и масс хантреса то есть стандартный микс эльфийский но инфи то он не простой парень он не играет по шаблонам он постоянно в игре адаптируется и соответственно инфи увидел турина увидел форсира и соответственно подумал зачем мне играть в стандарт т1 микс если я могу попробовать выйти в т3 в дрядок и в гигантов и если я нормально выйду соответственно форсир с турина будут бесполезны потому что дрядки не уязвима у гигантам пофиг на эти чайники вот если бы инфи остался на стандартной страте и плюс экспант бы поставил неизвестно как бы все закончилось может быть там ее и зашел в с чайником спас лосом кто его знает инфи против 120 будет играть эльфом сто процентов инфи против всех эльфов игра против всех эльфом играет хуман он ставит с тяжем в мироре потому что они просто видим заговорились мирор играть по фану и инфи еще против эльфов иногда ставит хумана но не всегда то есть против фоги он эльфа тоже ставил когда как то есть видимо у него по настроению либо челленджи катает кстати когда был голд прошлом году он лену предлагал типа поменяться расами что ли что-то такое да кажется что то он такое предлагал ему типа говорит давай инфи ему говорит давай я орком сыграю ты типа эльфом или хуманом я уж не помню короче он как-то ему предлагал поменяться расами в матче за третье место ну алин сказал типа я не играю с другий раз и все и какой-то у них там спор был у инфи с тяжем что инфи типа сказал что из-за эльфа пробреет лина а тяж сказал да нет не пробреешь и они типа это как типа поспорили инфи поставил эльфа и пробрел с тех пор кстати они эльфом постоянно играют потому что тяж как раз в группе поставил эльфа и этого хумана против лины и проиграл теперь они всегда против аркфельфа и помыкают почти всегда здесь бой мастер быстрый т2 блин инфи поставил плохой синий цвет 1 0 здесь стандартно когти выбивает орг и цирклеточку топовые девайсы здесь быстрый экспан вот теперь инфи стандарт играет ну эльфийский стандарт имеет с виду кстати здесь цирклеточку не берет я помню кто тут мунд по моим цирклеточку брал или кто-то другой там играл с хороший момент продает вообще хороший был момент чтобы арчу убить потому что второго левела у кипера не было хотел будет сбежать на мэйн по моему рановато прикопали свипер со стирил инфи база уже ставится здесь грантюлечки добирают экспириенс эта точка без главного архимага 3 уровня ни о чем конечно просто армора кидают уже блэйд что-то бегает естественно экспант он не может отменить силенок не хватит здесь лс провоцирует на себя блэйд бежит кажется услышал блэйда я не уверен но он здесь винволк сделал он должен был услышать походу дело инфи понял что блэйд здесь и решил просто свалить хотя он у него даст еще один заряд оставался в принципе заюзать он даст надо юзать на сто процентов до связать до блэйд прямо в архимагов стал в такой ситуации тяжело достаточно блэйда поймать все нафокусили его отогнали инвал получаем здесь гранты сами будут кривиться не они явно ждут шагу хантера спирит лодж по моим фокус против фоги играл без перед лоджи с этим спирит волки инфи увидел что нет цирклетки магазине закрыл базу этот уровень да нет он по дефолту его закрывать здесь был у него же застройка такая была он так и так бы закрыл там же в этом матч аппе все по таймингам идет опа кипер прилетел так теперь прилетел и отменяет базу так вот про что я говорил здесь все в идеальных таймингах обычную фанк то есть тут идет игра по каким-то этим возможностям а именно а именно по по таймингам то есть ты в определенный момент ставишь хантер холл 2 мануэл 3 мануэл там базу здесь рабочего убили сейчас будет минус алхимик минус алхимик из-за того что там пуджа были плюс спидскролл база начинает работать теперь тут немного харасит но печальная ситуация у фокуса у него конечно хороший девайс на героях ему тут мэйн начинает напрягать базу ему отменили базу ильфа работает с двух бараков сейчас будет продакшен прода саплай блок забыл мануэл инфи ой а тут хороший девайс хитварды причем нужно дать прямо сейчас съязать на девайсе очень хорошо все проблема что тут и магазин убили еще орк сейчас теряет гранта короче уже тайминговой пуши не будет потому что эльф приходит сам на базу начинает напрягать блин а орка тп нет он бежит типа экспант отменять только эльфам еще тут на мэйне нахарасить жестко армия тут достаточно скромная орка сейчас эльф на тп делать вряд ли есть смысл разменивать экспант на мэйн элэс покинуть на элэс маны скорее всего нет сейчас бы плейдмастер с элэсом очень хорошо здесь зашел есть кого-то два колодца сейчас будет 48 лимит на 40 инвул пошел плейдмастер битый но у него тоже есть инвал неплохо здесь со змейками стоит ворк не устанавливает гору пока неплохо орк еще держится уже повезло ему надевается и в идеале ему еще в магазин здесь но рабочих нету подходит еще пару шаманов здесь как-то коряво все на мэйне но он старается контролить здесь спелив сам челики выходит виспы из поп поздновато вывел раньше надо было это делать из-под боком магазину и есть постоянно ману выкупает под змей конечно не подойти экспант может уже упасть вроде как там от отстроил supply блок бестиаре добавляет сейчас можно алхимика вроде как принять там нет стаффов все мана закончился шаду хантера свечки были последние ну проблем в том что у инфи то продакшн постоянно идет хотя вторая база у него уже особо не работает мануэль у орка закончилась он на последнюю ману уже ставят вот эти свечки продолжает пушить арчи 1.0 грейда химик ман устанавливает блин он так на мэйне и не перебрал этих рабов но не успевает тут слишком много контроля надо надо ситку кидать шаманов не остается армия уже ворка бежит свиток купить на свиток упает там нет свитка не было свитка похудел еще н ты идут тут несколько шаманов пришли которых пурс есть отховыривается инфи но был близок фокус очень повезло ему с девайсами там прямо и хилинг и блин амулет энергии и и блэйд мастер хороший но и опять же инфи тп прям в куче сделать под свечки если бы там еще на блэйд мастера лс кинуть он бы там очень много урона сделал этот момент не сдается ворк принципе шансы еще есть герои хорошо прокачались ульфа алхимик первого уровня здесь 4 4 лс выпал сразу продал зачем ему карманный лс когда у нее есть шаманы какой бесполезный девайс для оранжевая армия пиньки кстати могут вампирить посмотрите поскольку они там по 2 хп вот вампире не чекнули ну ворк все восстановился купил два свитка блин рабочий рабочего возьми с собой и поставь вот здесь магазин вот здесь вот здесь вот здесь магазин вообще очень жестко решает потому что shadow hunter который будет ману выкупать он просто игру иногда выигрывает то есть лишь лишние там пару свечек лишних лечения тоже ближе к победе как-то здесь 3 хантреса застакали экспансер она идет фокус ставить третьего алхимика нету ситуация нормального фокус у него два свитка есть и он экспант хочет стать то есть он не хочет полностью идти в атаку он все равно хочет план капкан сделать так выходят виспы вот сейчас могут отжать и ну передал о сейчас кипера могут отжать по блэдмастеру фокусом там инвул кипера хороший фокус был на всего только один райдер к мунвеллам подошел и разваливается инфи походил катка за фокусом у него же почти 5 5 нет базу чуть не ставит я думаю он уже сейчас базу закажет он до сих пор один цветок только потратил вот магазина здесь не хватает был бы магазин это точно была выкатка потому что магазин сейчас бы выкупил региен купил бы банк ман 5 не банком а красава он сделал бэкпак и какой-то юнит прибежал и дал ему банку маны и региона еще он выкупил банку маны каким-то юнитом то ли райдер там прибежал то ли еще кто то это красиво красиво экспант 160 кп сейчас может умереть 5 шаду хантер делаются 3 змейки атака 50 и эльф разваливается 45 лимита экспант кое-как живет вообще непонятно там его виспы отхиливают там прикопки на райдерах сейчас алхимика убьют да это минус алхимик будет сто процентов 5 блэдмастер успеть 5 героями должен должен фокус фокус забривать и еще и базу стоит без алхимика как отбиваться есть еще один clarity вызывает постоянно энтов но энты бесполезны против шаманов это если у спиритволкеров не хватает маны и эмпатию кидать диспелить энтов а вот шаманов конечно маны полно в этом плане ну потому что они только и поржу ты все не жилось не кидают что это 1135 лимита я уже не знаю как тут на gg вот так вот с девайсами повезло хотя ситуация была не совсем хорошая очень хороший девайс вот это баночка маны сковорить и который принес там райдер кажется очень хорошо зашло покуса затащили а у Продолжение следует... 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 здесь тоже будет база от фокуса шаду hunter крепится потихоньку подбежал получил замазку сейчас еще говорите надо выкидать погодите кто сбил там а тут хантресса подбежала и сбила и кларити и замазку он неприятно здесь 3 хантресс прибежали отменили базу ну то есть не база рабочего убили который хотел бы вас построить хантресс продолжает делать третий кипер хантресс нашли за нее нужно естественно сражаться и окружили возможно есть смысл по шаду хантеру начать дым от проводить зачем-то бьет блэйд мастер хотел блэйд мастер нету маны ой а блэйд мастер отсюда не уйдет блэйд мастер не уйдет там есть purge один но блэйд мастера поджимает хантресс он не может выползти это минус блэйд спидскролл юзает но не хватит да можно еще попробовать shadow hunter сейчас окружить шамана шамана нету purge зачем было шамана прикапывать мне кажется имел смысл прикопать шаду хантера и окружить его я думаю это вполне возможно было но потерял 2 хандресса убил блэйда убил шамана размен хороший и база достраивается второй барак лимит и правда маловато винфи но сейчас это исправится как только вас заработает нам лимит для полтинника очень быстро дойдет у fox тоже в принципе лимит 32 это из того что блэйд мастер в алтаресе очень агрессивно сейчас действует инфи мне кажется зря он пытается точку забрать него должны крип джекать но здесь всего три хантресса и он пытался забрать эту точку но это был был было откровенно неправильно сейчас за счет прикопки будет забирать shadow hunter пытается добить до shadow hunter даже хекс откинул но при этом получил окружение вот это вот это байт был от инфи блин но это была плохая плохая тема крепить эту точку видно было но он забайтил фокусы и в итоге фокуса просто окружили 21 за инфи и и в под ты чё не знаешь этот баг что ли когда блэйд мастер винд волки атакует вот этого тролля на этой точке где он хилится если атаковать его внутри другого тролля то он не кидает не inner fire не хил не делает этот баг пока еще не фиксили он ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что, следующая карта эхо будет? Инфи 2-1 ведет за эльфа Блин, если он в финале со 120-м будет, он тоже эльфом будет играть Я бы на месте инфи, кстати, бы донаты собирал на какой расе играть Ну, то есть ты там, например, играешь в финал Например, полоска доната играть за хумана, там такая-то Ну, а чем инфи хуже императора? Император собирает на то, чтобы на голд поехать А инфи собирает на то, чтобы хуманом сыграть ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ что это за бака я уже не первый раз вижу это именно только в этих что ли когда кастомки создаются потому что в обычных картах у меня такого не было больше стака в месяц зарабатываешь а ты из налоговой что я зарабатываю у меня примерно где-то но в месяц получается две три тысячи рублей это примерно так то есть в моем городе это средняя зарплата практически можно сказать шикую подскажи на кого сделать ставку 120 или сок пожалуйста тебе вставку в деньгах делать а ты мне процент потом отставки дашь ну если серьезно то 100 20 больше шансов сок конечно на подъеме то что у него и плюс мораль после победы над моном но во-первых матч-апа для хумана слишком тяжелый во вторых статистика у них не такая положительная ну и в третьих 120 хорошо играет против хуманов и опять же слишком плохой пати для хумана конкретно против андетов я примерно прогнозирую что будет 3 2 3 1 за с двадцатым но это может быть не точно носока я бы конечно не ставил слишком опасно но если ты деньги ставишь вообще я не советую ставки делать это неправильно это азарт слишком хотя если кому-то без этого скучно хотя я тут недавно посоветовал говорит какой-то матч там был на голде по моему блин кто там играл а там короче инфи с лином должны были играть матч за третье место и короче меня спрашивают на кого ставку сделать я говорю ставьте все на лина там изи будет за лином а инфи короче ставит эльфа и просто проигрывает лина потому что я думал что инфи будет хуманом играть естественно если бы инфи хуманом играл линба скорее всего выиграл инфи поставил эльфа и просто забрел но тут раз никто не будет авто говорил что мун и тяж будут финале прогноз не внушают доверие но по поводу тяжа этот прогноз был 50 на 50 потому что он играл с инфи с своим братюлей и они когда мирор играет они постоянно меняются то инфи выиграет то тяж выиграет то есть у них нет однозначного там фаворита они постоянно друг друга обыгрывают вот а по поводу муна я не знаю мун расслабился расслабил свои булки как он мог проиграть соку в таком в патче в таком матчапе ну вы сами вчера все видели в принципе он давайте по игре есть эхо перчатки так кто там щелкает кому там лапа оторвать пингуют вов серверах кстати немножко в игре подлагивает пинг кажется спать повысился что там кстати по пингу очень быстрая база на этот раз сейчас все будет отменять теперь куда-то отбежал но в теории сейчас прикоп кинуть при на самом деле теперь слишком далеко был вряд ли получится до отменит базу но еще тут перчатки с цирклеткой слушайте хорошее начало для фокуса отменил базу выиграл немножко времени а тем более инфи достаточно агрессивно ставил базу а у нее еще т1 смотрите здесь грант смотрите что делает грант он атакует барак когда производство арчи идет соответственно не получает урона и потихоньку этот барак убивает но вряд ли барак умрет потому что инфи его поднимет съест одну елку ему хорошо станет минус висп блин что-то в игре подлагивает это пингулечка повысилась под подвел даже и спал чтобы починить барак хотя мог хотя мог просто поднять его но хотя до поднимать барак он потеряет время на продакшн нифига быстро играет делается сколько 15 секунд делается играет что-то халява какая-то мне кажется очень быстро играет делается все-таки барак этот хочет убить прям снова база ситуация для инфи сейчас не самое лучшее у нее все еще т1 с лесом еще проблем еще и виспов теряет инспа чего трус поддержал ваш канал на 335 рублей сообщают за то что коментишь спасибо большое спасибо альта бнус называется еще под лак странно что те xb ты еще не прикормили уже пол твича под ними сидит но наверное потому что я не продажник и у меня в принципе я не клавирую букмекерские конторы я считаю что это как бы обман людей но опять же я против азарта так будет все еще 1 уровня но он продолжает отменять базы но это вряд ли отменить слишком уж много хп сейчас после прикопки над персонал привязать хотя погодите погодите здесь опасно пошла персонал но по-моему блэйд умрет 56 хп вообще смотрите что инфи дел он не стал сразу прикапывать блэйда он ждал когда он отступит чтобы персонал к если что сбить но было опасно все таки там много юнитов было плюс прикопка сама урон наносит будет сейчас ставить базу тоже фокус из shadow hunter 1 и все еще ты один до ульфа очень долго ты один здесь уже шаманы с порджем прикопки не так страшны базу правда пока не поставит ну пока все стандартненько орка много он времени выиграл но в принципе ситуация особо от этого лучшую сторону для него не изменилось прокачанный герой очень плохо 22 и сейчас я не будет давать ему прокачаться ладно просто предложение было но конкретно если ты про икс бетов говорю что от них нет другие предлагали очень часто причем они спрашивают а почему ты не хочешь типа я говорю ну вот такие у меня принципы понятное дело что все принципы могут развеяться если кругленькую сумму предложено ее не предложат может когда-то я там и продам со таким контором но это надо хорошую сумму не дать чтобы хорош хорошую сумму кидали у тебя должно быть зрителей много явно не 200 человек вообще все упирается ваше материальное положение если вы довольны своим достатком и вас нет никаких проблем и средствах особо прям так не нуждаетесь то есть на вашей потребности у вас хватает вы не будете продаваться а вот если вас уже где-то поджимает да вы уже можете и принципе мы своим поступиться но некоторым пофиг просто некоторые рекламирует всякое говно им просто насрать так 3 shadow hunter 2 blade принчет в игре подлоги пингулечка немножко прыгает так здесь свиток два колодца достраивает уже 50 лимита у эльфа делать второй апгрейд на атаку орг не будет базу ставить по героям блин ну на блэйде нормальный девайс shadow hunter считай голый с банкой маны не все-таки базу будет стать параллельно с пушем не хочет полностью алын эти свиток хочет купить свиток покупает инвола нету там алхимика нету у эльфа или он купил алхимика не было магазина нету эльфа о киперта без маны но вызвал трех корешков протектор ставит подлагивает так навал пошел шаманов подзабыл стрелями так выходит виспы сейчас много маны может диспель пытается фокуса ой не засплитил ой все минус все вся ману шаманов но проблема в том что кипер без маны практически сейчас он трех корешков конечно вызовет диспелить их теперь нечем маны нету здесь гарантюли забежали там блэйд мастер очень битой ходит лечение shadow hunter пропивает банку маны есть гарантюлечки фукусят свиток хороший на гарантюлечек неплохую позицию эльф занимает кипер теперь пока кстати не особо прокачался и смотрите делает телепорт чисто чтобы вот тут выйти из вот этого зажима че ситуация work хорошая правда протектор достраивается 42 лимита у эльфа у него очень много денег но при этом не соплей блока уже нету сейчас продам он вы могут отменить он не сможет строить бежит за свитком но свиток еще не готов максимум свиток протекшна можно взять инвал там не знаю и сапплай блоку эльфа теперь телепортнулся здесь на базу купил банку маны пропивает здесь очень много змеек расстрел идет полностью и всех андрес и минус остались только арчи протектора main база сзади там кипер что-то подстреливает вы орка уже почти тоже закончился мана блейдмастер с полной маны надо виндволки тратить чисто а у них сайте первый виндволк он на третьем уровне вторые криты взял немножко разваливается орк свитка ему сейчас не хватает ой там блейдмастер очень битый пытается козла забить прикапывается блейдмастер умирает виндволки потому что прикопка его подсветила попытка сейчас будет козла забрать козел под пуржем пытается продвинуться и тоже умирает но армия орка почти вся развалилась при этом орк почти базу достроил орка очень все бита и нету ключевого героя а эльф сейчас за счет прироста в голде может выкупить кипера нет он что-то воскрешает его в алтаре странно по моему проще было выкупить учитывая что у две базы работает ну ждать 4 кипера ему тут shadow hunter сейчас осаждает базу очень много битых арчерок 21 грейда при этом до кипер выкупается но я же говорю на выкупать кипера что но как иначе кстати shadow counter а можно забрить хотя не там пор что будет на персонал очка 5 5 кипер ну слушайте у орка базу достроился если бы не было базы было бы да плохо все он тоже кстати блейдмастера выкупил которого потерял блин запарил в игре подлагивать надо будет перезайти в клиент после этой катки то pink pink поднялся там с пингулечкой вроде 200 пишет на что-то странно shadow hunter уже близится к пятому ты так-то а здесь амулет энергии выпал поздновато конечно но лучше чем поздно чем когда есть свиток надо арчей выхилить грейды хорошие кипера в битве то может и до 6 до качаться здесь shadow hunter база орг работает герои у него в принципе неплохие все-таки там алхимика нет а вот зачем брать двух троллей я не знаю зачем тебе тролль прист который 200 голды стоит если у тебя есть шаман который за один пурж пуржит соответственно энта и все у него сколько там 65 маны пурж стоит а тролль 200 голды стоит шаман сколько там 150 140 что-то в этом роде ну как обычный кастер тролль берсерк еще норм а вот прист ну это просто сливание голды было здесь 52 лимита а сейчас сразу два виспа диспелют ману красиво конечно 4 крышка пошли зачем-то протектор идет в битву ногами он не встал где-то здесь это очень странное решение есть один свиток у эльфу сейчас уже нужно свиток прожимать вот сейчас хороший момент да прожимает свиток еще тут энты подходят сзади без виспы за диспелью шаманов ману нету диспелов и орк просто разваливается здесь нужно отступать срочно база то у него работает но кипер почти шестой это я про это говорил еще когда фоги играл что инфи играет через соло кипера частенько против орков и у него просто шестой левел получает в битве и как бы транквило все хилит блин по ходу дела эльф вот такой непростой ситуации все-таки отбился еще здесь конечно орк навалился вообще не очень там сразу диспалы были а когда маны нет вот эти братья пеньки они блин просто разрезают огра покупает много солдат тоже такой силой четвертый блэйд почти шаду hunter 5 с 3 змейки могут зарешать это вторую змейку поставил либо не прокачал либо взял третье лечение фиг знает третье змейки точно хороши третье лечение тоже хорошо но змейки они там по полтинчику стреляют демоджа как раз не хватает это непонятная атака со всех сторон гипер получает шестой сейчас транквило пойдет начинаем лечить 15 секунд по 40 тп в секундочку и орк понимает что здесь с этим лечением ничего не сделать перебить лечение он никак не может текст он не прокачал райдеров нет у него кстати бестиаре только сейчас доделался и вот этот амбулет энергии очень хорошо зашел в конце маны много блин хантрес посмотрите 22 хантреса их огромное количество и орка просто маны нет а вот из от висков конечно не отконтролил орк просто пурджей не хватает лечения не хватает да он все-таки третье лечение взял но это зря третье змейки были бы лучше ой прикапывает блэйд фига выжил на 20 хп там пурдж залетел но все это база минус опять же почему-то орка вот здесь магазина не стояло хотя орк пкд должен магазина ставить на экспанте при пуши в общем магазин это ключевая тема потому что постоянно манова купать ну поход дело поход дело это все транквил пошел чисто чтобы захилить котов смотрите как т.п. сейчас просто хпс топ-1 по хпс по-моему здесь уже ничего не сделал протектор все это время полз и там на заднем фоне тролль вещдоктор пошел эти ставить глаза протектор без грейда кстати добежал почему-то эльф не сделал great на энтов хотя это все равно за секунду диспелятся но опять же если они живут то у них там 5 армора эльф уже здесь мунвейл поставил и протектор перекопал блин это такой такой лол орк пытается хилинг входит все мана нету блин как же этих третьих змейк не хватает ну там x2 дэмэдж 27 30 а там 45 50 что такое или 44 49 снова транквило пошел посмотрите какие битые коты но все сейчас хилится перебивается сеткой вот этот единственный райдер на последнем из дыхания перебил третья прикопка блейдмастер кое-как опять выживает но здесь сова висит минус блейдмастер это 3-1 это победа инфи все-таки фокус не смог одолеть инфи за эльфа смысле инфи который за эльфа играет ну ожидаемо принципе ожидаем инфи хорошо за эльфа играет очень много играет за него постоянно лады конечно от виспов нужно стараться контролить это против кипера это ключевая тема когда ты когда что те приставку хуманских тебе дисплеер что вот шаманов у тебя нету дисплеер вот начинается вот эта фигня массенты опять же у shadow hunter маны дисплеер тоже это тоже важно хорошие игры хорошие игры но нет не хватило фокусом эльфа как обычно топ так ждем следующий матч сок со 120